Сегодня возобновилась организованная перевозка по маршруту Портэкономия, деревня Риушинга. В поселке зарегистрировано и постоянно проживает 17 человек. Доставлять их на Большую Землю и обратно будут с помощью аэросаней Амфибия. Расписание ближайших рейсов уже составлено. В дальнейшем аэросани будут работать также по заявкам жителей два раза в неделю. В случае острой необходимости будут привлекаться силы МЧС. Подробную информацию можно получить в администрацию округа по телефону 246-005. Судьба известного архангельского долгостроя блока Б жилого комплекса Верона решена. Октябрьский районный суд обязал застройщика достроить начатое. Напомню, здания на улице Красноармейской должны были сдать еще в 2013 году. Дольщики заплатили деньги, но своих квартир до сих пор не увидели. Срок сдачи дома много раз переносили. В последний раз до 31 декабря 2017 года. Городская прокуратура установила, что застройщик компании «Архангельский инвест» строительство практически не ведет. Прокурор обратился с иском в суд, вердикт которого однозначен. Застройщик стройку обязан довести до конца. Кадетство «Выбор юных» областной педагогический форум с таким названием сегодня начал работу в Архангельске. Проходит он впервые, но план мероприятий в его рамках расписан на несколько месяцев вперед. Участниками стали воспитатели кадетских классов, руководители военно-патриотических объединений, педагоги-организаторы. Всего более 60 педагогов из 10 муниципальных образований Архангельской области. У каждого свой позитивный опыт и свои идеи, которые должны найти поддержку на форуме. Лучшим губернаторские грамоты. Форум продолжит работу завтра. В Архангельске вручены традиционные Ломоносовские премии. Так был отмечен историко-документальный фильм «Архангельск» 1941-1945, созданный журналистом Александром Антоновым. Ленту впервые в истории регионального телевидения представила сцена исторической реконструкции, чем жил и дышал наш город во время самой страшной войны. Подробный репортаж о лауреатах Ломоносовской премии 2016 года смотрите сегодня в эфире «Автографа дня». В Архангельске продолжается сбор новогодних подарков для детей Луганска и Донецка. Также гуманитарную помощь собирают в других городах и районах Поморья. 1 декабря гуманитарная колонна из Архангельской области отправится на Донбасс. Рады любой помощи, сладким подаркам, детским игрушкам, тетрадям. У Луганска есть там дом престарелых, 126 или 128 старичков там, и они плохо, я думаю, они достойные. Хоть крупные привезем до сахара, что можно, то и привезем. А мягкие игрушки все в Дебальцево. Адреса точек сбора новогодней гуманитарной помощи вы видите на своих экранах. Они будут работать до 30 ноября. Сегодня в Архангельске пройдет 10-й областной конкурс художественного слова «Языка. Наша небесная красота». В этом году он посвящен празднованию 305-летия со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова. Конкурсные прослушивания участников пройдут в трех номинациях. На поэтическое соревнование съедутся чтецы, участники литературно-музыкальных театров из Верхней Тоймы, Мизени, Каргополя, Архангельска, Северодвинска, Холмогорского, Пинежского и Леготского районов. Самым юным из них 12, а самым старшим 78 лет. Сегодня в Архангельске ожидается облачная погода. Снег, гололед. Ветер юго-восточный умеренный. Температура днем от 0 до минус 3 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти. Тип погоды второй благоприятный. Впереди выходные. Проведите их с пользой и смотрите выпуски программы «Сейчас в регионе» на канале ПС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова